так у нас первые первые сутки в черногории мы проснулись 7 30 и сейчас поедем в тиват забирать еще одного члена экипажа сашу и у нас сейчас идет дождь на самом деле идет дождь я прям так рада что наконец-то в очередной раз пригодился мой плащ потому что я еще думала может быть оставить его в испании потому что вроде как в черногории хорошую погоду обещают но вчера вечер прогноз поменялся и вот сейчас мы стали идет дождь прям спасибо и анечка что ты взяла свой красивый модный плащ так что сейчас наш ник проснется вернее как проснуться его уже все ждут даже машина уже заведена сезон оденется и мы поедем в тиват на пароме на машину ну что мы пошли на пароме вот такой у нас паром как вот эти два стоят идет по на мать дождь так вот здесь кажется есть крыши я тут спрячусь и буду смотреть в окошко сейчас только покажу как тут все куча машин паром кстати стоит 5 евро и идти на нем ну собственно вот уже берег видно на той стороне туда мы пойдем почему приехали в аэропорт тиват и глеб пошел встречать сашу это 4 член нашей команды на яхте потому что вроде как самолет приехал 20 прилетела 20 минут назад аэропорт крошечный и уже люди выходят и вот но саша не отвечает по телефону может у него какая-то проблема с романгом или что-то вот поэтому пошел его встречать ник пошел тоже вместе с ним вот так что сейчас встретим сашу и поедем обратно к глебу в дом тут чё прикольно мы заехали на платную парковку около аэропорта она стоит 80 центов в час здесь вообще супер супер бюджетно потому что например в валенсии в аэропорте я когда была там стоило 2 евро в час но тарифицировалась видимо как-то по полчаса или что-то в этом роде потому что с меня списали 3 евро я чуть больше часа была вот это удобно вот это за счет по 80 копеек цены на аэропортные стоянки в москве сильно-сильно дороже а кстати в мадриде мы же оставили машину на лонг-терм паркинг в мадриде да в общем на двое суток кажется ник оставил машину и вышло это 27 евро ну то есть как бы это сильно дешевле чем такси и сильно дешевле чем как он называется поезд поезд из валенсии в мадрид мадрид в любом случае это вышло сильно дешевле чем если бы мы добирались вдвоем плюс собака плюс шмотки на каком-то общественном транспорте либо на такси московский номер подмосковский номер нормально тут все короче в черногории с наши соотечественниками а вот мы зашли в марину ну просто погулять паре нафтевать и и здесь поселочек при марине вот это уже похоже на мои представления о том как должна выглядеть европейская жизнь приличного человека вот трамп естественно накакашил уже прям на входе сейчас мы пойдем посмотреть марину тивата как она тут вообще все вот и вся наша банда полин я как всегда куча мужиков и я одна девочка ну что такое хочу еще девочек в команду у меня тоже собака пацан ух ты какие прикольные синие диваны здесь кошки ходили они железные но красиво выглядят фонтан фонтанная стена как правильно назвать водичка течет а мы гуляем здесь по марине идем наслаждаемся красотой правда капец холодно я в шортах я в шортах в шлепках с голыми ногами и в дождевике под дождевиком у меня просто футболка и ну холодно прям если остановиться вот пока мы сидели в кафешке я за меня просто сейчас мы еще походим и надеюсь я согреюсь как у этих чувачков на пароме так идем в магазин влажность такая что у меня же телефон запотел о тапуля 13 евро прикольные яхтенные тапочки продаются вот эти стоят 49 а вот эти прям топсайдеры 63 ну не знаю на сколько надо хэлли хэнсом можно обойтись и каким-нибудь брендом попроще главное со светлой подошвой хотя вот еще и женский хэлли хэнсом тоже с такой подошел стоит сотку вот все нашла 63 даже чуть-чуть подешевле можно купить за 45 эти за 35 тапоньки 31 подошел пойдет нет не пойдет в общем за 35 можно купить тапки со светлой подошвой хэлли хэнсом в которых можно на яхте лазить ну да тут вон еще шлепки прикольные шлепки почем шлепки тоже 35 охренеть что-то шлепки дорого стоят 35 эти 40 не чуть шлепки дохрена я вот эти когда покупала в общем они вышли в 6 в эксильвер ну что можно сказать магазин с классным брендом хэлли хансом люблю его но поскольку яхты все стоят дорого я считаю что можно найти дешевле и не хуже без лого осьминога осьминог должен вот в эту штуку головой пролезть со всеми своими восьми щупальцами и все и обратно он вылезти не может тут вот он так и сидит на этом кукане в клетке в форме сердца перевернутого а вот лодка очень странной формы как подводная лодка это нос карма наверное у нее другой формы мы сейчас зашли в интерспорт чтобы посмотреть вещи на яхте ну каким там типаж непромокаемые потому что сегодня дождь хотя он обещает закончится завтра но все равно хотим посмотреть непромокаемые вещи может быть шлепки плюс непромокаемые тапки и нужны еще перчатки потому что без перчаток можно повредить руки вот а так мы пока сидели в марине в монтенегро нашли аэр ало это электронные сим-карты которые ну это типа оператор не оператор не знаю в общем это электронные сим-карты по которым можно использовать интернет там нету номера телефона как на обычной симке но можно но можно использовать интернет по всему миру и в общем я себе купила электронную симку с одним гигабайтом интернета на неделю вот она работает так что я в доступе и это очень круто сейчас в общем будем искать перчатки и потом пойдем принимать лодку в спорте тут вон всякого много шмота в том числе кстати и для яхты подойдут такие штаники непромокаемые это айспик горнолыжные но в целом и для яхты пойдет что тут еще хорошо есть всякие куртки ветровки но промокайка а вот это даже прикольно наверное штаны оно тоже все горнолыжные ну да здесь прям яхтенного такого нету как в декатлоне отдельного есть кемпинг забыла как называется но в общем это для путешествий на гамаши по-моему это называется когда на голень надеваешь чтобы не заливалось что-то там в штанин всякого всякого мусора который в кемпинге льется так триники штаники спортивные штаники что-то я тут не вижу кстати перчаток-то которые нам подойдут ну так себе на самом деле может быть те Хэлли Хэнсон которые мы видели были и получше очень странно что здесь нету чего-то яхтенного хотя тут блин ближайшие марины два километра пешком сейчас продуктово посмотреть что нам жизненно необходимо потому что у нас нету способной пасты и у Клепа тоже кончилось и нашла вот такую ну как бы когда я ее увидела я поняла что надо ее брать по-любому зубная паста с каннабисом не знаю насколько она хороша но попробовать надо влажные салфетки стоят они евро какие-то детские видимо с ромаш потому что Трамп иногда пачкает лапы и не всегда есть возможность например если он из машины вышел потом зашел но всегда есть возможность ему их помыть и влажные салфетки нужны как раз вот чтобы протереть ему лапы вот сейчас еще поищу ему еды и шампунь потому что очень хочется помыть голову а та огромная бодяжка которую я покупала в Испании ну я там и оставила потому что у меня нет смысла возить с собой еще и шампунь добралась до мясного отдела и тут получается куриная ну или я не знаю велека ветра причем печень наверное это он стоит 2,69 даже дешевле чем в Москве в Испании она стоила 5 евро за килограмм так что это супер цена сейчас надо будет Трампу купить килограммчик чтоб хватило там на какое-то время ну вот и так ну это конечно на него и сенсум или как он там назывался это был гораздо интереснее в общем мы ходим по магазинам собираем что бы каждый из нас хотел есть и плюс у нас есть очень условный списочек того что нам нужно который кочует из поездки в поездку ну непонятно что из этого делать ну короче по-хорошему надо собираться таким образом типа пишется меню на неделю на количество человек под это меню естественно будут количество необходимых продуктов у нас же все очень спонтанно вот и при этом мы не знаем как выглядит холодильник на нашей лодке поэтому такое все во всем мне сейчас нужно найти шампунь о я нашла этот отдел свой любимый бренд hair и беру шампунь и что это получается какой-то кондиционер потому что все остальное здесь получается ну неизвестных брендов либо известных брендов но точно с не очень хорошим составом классическое классические масс-маркеты я же заморочена на вот этом вот всем поэтому беру то что знаю то что проверено тем временем трамп просто мирно дрыхнет в машине я решила сходить на разведку как там поживает наш пёсель пока мы затариваемся в супермаркете на неделю еды на 4 человека это с учетом того что мы ну как бы мы не уходим в плавание без возврата на берег у нас есть план каждый день в каком-нибудь рейсике что-нибудь есть но сразу видно что талятся мужики и здесь из девочек только я я девочка которая так решила что я не буду рулить мужики что-то там придумывают и норм а я вот ну я видимо буду все это готовить и мы их посуду поэтому я себе взяла губок и перчаток для мытья посуды и шоколадного молока а все остальное пусть мужчины решают потому что они мужчины поехал алкоголь в первую очередь и стекло потом вода черная прозрачная кепчук йогурты и вот на самом деле что мы тут подкупили это без горячего типа без мяса его мы планируем купить либо позже когда выясним какой формат холодильника либо каждый раз купились все в одну тележку не влезло и я еще купила себе вот такое шоколадное молоко ну по вкусу это месквик 300 миллилитров полтора евро ну такое себе короче вся эта тележка вышла нам в 320 по-моему 2 евро но там очень много алкоголя ну что мы приехали в Портанове Трамп общается с местной ну что-то похоже на хаски я тут стою мы среди дороги Портанове это уже Марина мы сюда приехали поесть бургеров Глеб говорит здесь какие-то очень крутые бургеры откуда Глеб все это знает Глеб здесь уже не первый раз вернее как он несколько лет подряд снимает жилье но он со своей семьей живет здесь в Черногории но на яхте он здесь еще не ходил по-моему это вообще даже первый его переход поэтому он знает в общем-то где тут все по инфраструктуре а Ник у нас заведует яхтенными делами я заведую я заведую трамбом это марина в Портанове и здесь есть также инфраструктуру и вот идея гурме-маркет это местная азбука вкуса а мы затаривались просто в идее супермаркете он ну что-то типа нашего перекрестка наверное по формату так идем есть бургеры а этот хаски никак с трампом не может расстаться оп 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 в общем трамп тут с этим хаской нормально нормально так задружили бегают писают везде хулиганы трампе трамп пойдем он даже вот на откликаться стал даже идет иногда пойдем пойдем все мы на нашем пирсе ищем нашу лодку где наша лодка блин тут так красиво и погода наладилась океане 45 так очень похоже что вот этот океане 45 наш а какое должно быть название бенету где написано стелла я тоже не вижу название стелла но другого нету а какие то там еще есть должны быть опознавательные знаки тут другой нету бенету 45 это что все наше да блин очуметь нет по размеру по названию наши просто почему-то нету и смотри моторчик здесь есть даже на всякий случай название название ну конечно ну гадрия ну охренеть так одна спальня тут даже есть туалет спальня охренеть вот это круто туалет такой общий шкаф что здесь о здесь еще есть выход люк так ты внутри да там есть документация я не вижу я все таки хочу увидеть подтвердение что это наш лот а то сейчас придут хозяева и скажут а че вы тут где ну это понятно потому что здесь нет никаких блин это просто очень очень круто холодильник я так понимаю так а пахнет о посуду боже мой даже стекло вот это лакшери обалдеть даже телевизор есть как-то непонятно как открыть газовая плита электрический газовый чайник штучка с тобой посуду так здесь еще одна каюта ух ты прикольно тут он Мусорное ведро. Ух ты, прикольно. Пахнет чистящими средствами. У нас так в Испании такой же запах в квартире был. Я не могла понять, что это. Еда на неделю. Колесо! Ой, колесо одно спустилось. Коломол в колесо. Ну все. Помидорки, помидорки. О, пахнет, пахнет, да? Пахнет хорошо, да. Ура! Ура, ура, ура! За первое октября. Да? Да. Трамп. Трампин. Ты что там? Бьешься в конвульсиях? Не можешь никак затрахать это полотешко? Обожрался и все, да? Тык-тык. Все, лень. Трамп, давай уже спи. Трамп. Ну ты че? Ладно, давай спать. Трамп. Трамп. Трамп.